Девчонки, всем огромный привет! Сегодня вообще очень классное настроение, потому что у нас впервые за долгое время было тепло. Мы сегодня с бабушкой ходили, много гуляли. Я также ходила в магазин, искала наволочки на подушке для дивана. И снимала периодически в течение этой недели влог. И сегодня вам его покажу. Кстати, у меня был еще запрос на вот этот макияж из прошлого видео. По-моему, из позапрошлого. Это с ответами на ваши вопросы. И я подумала, а что если мы с вами убьем двух зайцев одним махом, так сказать. Я сниму вот этот макияж. Он на самом деле очень простой. Может быть он кажется сложным. Но когда я начну его делать и объяснять, точнее я хотела объяснить вот что. У меня очень много спрашивают, как я растушевываю тени, показать свой способ. И также рассказать, как сделать плавные переходы цветов. Я подумала, что я буду записывать этот макияж и по ходу записи буду вам объяснять, как я это делаю. Я не претендую на истину в последней инстанции. Я не считаю себя каким-то крутым визажистом. Все я, все я не знаю чего, все я Руси, все я мира. В общем, я, ну как сказать. Я, наверное, может быть больше даже бы отнесла себя к любителям. Потому что я не могу сказать, что я занимаюсь этим постоянно. Потому что есть визажисты, которые делают, допустим, макияжи каждый день. Я каждый день не делаю. Ну, город у меня маленький, я уже вам говорила. Но, тем не менее, у меня есть какие-то способы. И, возможно, я могу с вами ими поделиться. Так что, если вам будет интересен такой формат, то обязательно дайте мне знать. Я с удовольствием сделаю такого рода видео. Расскажу, что нам понадобится для того, чтобы делать макияж. Чтобы вы как бы сразу подготовились. Когда я буду, в общем, вам что-то там вещать. Также у меня тут печальные новости. Скоро моему фотоаппарату, походу, придет конец. Потому что он у меня теперь фокусирует только в двух режимах. Это на самом дальнем расстоянии и на самом близком. То есть, если я хочу сфокусировать в середине, объектив почему-то заедает. Мне говорили, что у них есть, ну, типа срока годности, что ли. То есть, он рассчитан на определенное количество кадров. Я, на самом деле, очень много фотографирую. Потому что выкладываю фотографии в инстаграм. Вот. И, может быть, он уже, может быть, я уже приблизила его к кончину. Или просто у него вышел срок годности, если можно так сказать, фотоаппарат. И придется, наверное, покупать новый, либо объектив, либо сам фотик. На самом деле, это такая нефтемашная покупка нам сейчас. Потому что мы копим деньги на другое. Но, в противном случае, если у меня не будет фотоаппарата, я не смогу снимать видео. И как я буду жить без Ютуба, я просто себе не представляю. У меня есть, конечно, старые камеры. Но качество там просто отвратное. Я даже не хочу пытаться. Поэтому, наверное, придется все-таки покупать новый фотик. Если вдруг вы знаете хорошие фотоаппараты с автофокусом, то обязательно мне напишите. Потому что у этого фотика следящий автофокус отсутствует. То есть, мне приходилось нагромождать на стул кучу подушек для того, чтобы сфокусировать на себе. И это доставляет массу неудобств. Потому что, если я показываю вдруг какой-то продукт, то тоже приходится как бы фокусировать отдельно. И еще меня спрашивали насчет новых сериалов. Смотрю ли я какие-то новые сериалы? Да, я смотрю. И я смотрю грима. Это точно кто-то из вас мне советовал в комментариях с видео про сериал. Я вот хочу выразить огромную благодарность. Потому что это, в принципе, мой любимый жанр вообще в сериалах. Я люблю всякую мистику. Ну, я бы, наверное, сказала, что это мистика. Ну, не фантастика, а мистика, наверное. Да, ужасами это тоже не назовешь. Потому что особо ужасного там ничего нет. И вот с нетерпением теперь жду выхода каждой серии. Если вдруг вы знаете какие-то похожие сериалы, кроме сверхъестественного, то обязательно мне напишите. Я с удовольствием посмотрю. Кстати, у меня на шее вылезло красное пятно. Я когда сильно напрягаюсь, у меня ожоги в прошлом году, в позапрошлом году были ожоги от Финалгона. И так их не видно. Но когда я, видимо, сильно напрягаюсь, у меня прям вылезают вот такие красные пятна. Ужасно. Ну, в общем, если вам интересен влог, то оставайтесь со мной. И всем приятного просмотра. Вам пришла посылочка. Кто в посылке? Кот? Соня? Дурил. Сейчас я до в магазин. Может, потом там поснимаю. Какие у нас цены. Погода сегодня ужасная. Мне даже пришлось надеть сапоги. Хотя вроде бы уже май месяц. Трабло началось еще. Сегодня ужасно. Я уже практически подхожу к магазину. Там у нас дома новую стрельцу. Там остановка, с которой я обычно еще втхала, если нафтаруси. Здесь у нас школа эстонская с русской объединенной. Надеюсь, не упаду никуда. Так, я в магазин. Там что-то? Там что-то? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, здесь у нас библиотека находится, в которую я не хожу, потому что это за три книги еще с университета должна. Женя говорит, скорая полиция к вам, думаю, придет и арестует меня. Так, и сейчас я покажу, что же я купила в магазине. Разберем покупки. Еще на кухне у меня есть вот такая штучка, называется, по-моему, док-станция. Здесь вставлен айпод наш старый. Мы уже собираемся его кому-то подарить, но вот нашли применение. Она вставляется и заряжается от этой штуковины. Не знаю, телефон заряжается или нет. Но здесь у меня постоянно радио играет, потому что я вообще не могу куда дома. Полная тишина и также вот такой пультик есть. Так что и готовить не скучно, и завтракать тоже не скучно. И вот такие у меня были покупки. Не очень много, но я покупаю чисто, чтобы перекусить. Потому что я в обед хожу к бабушке уже, наверное, четвертый год у нас. С ней такая договоренность, и мы уже так привыкли. А я покупаю именно, чтобы позавтракать и вечером перекусить. Первое, я купила вот такой сыр твердый. Не знаю, либо в пасту добавлять можно, и салат можно делать с этим сыром. Очень вкусный. Дальше помидоры черри. Вообще, я все жду, когда будут эстонские помидоры. Но это, конечно же, будет не скоро. И стараюсь такие не покупать из разных стран, как типа вот Марокко. Потому что, мне кажется, они чем-то точно их обрабатывают. Так как, ну, они долго идут, а остаются в таком хорошем первоначальном виде. Там не есть. А следующая тоже на салат такая травка. Тут разная смесь трав. Далее очень люблю, ну, типа вместо шоколадного масла вот такой сыр шоколадный с милкой. Очень-очень вкусный. Если вы, девчонки, видели где-нибудь или вдруг удастся купить, то обязательно попробуйте, потому что он просто нереально вкусный. Он не очень сладкий, кстати, что очень хорошо. А дальше я купила ананас, потому что написали, что он прям супер-супер сладкий. Редиска тоже на салат. Потом вот такой безлактозный напиток. Вот в последнее время у меня почему-то от молока все время живот болит. Дальше детский орбит очень люблю. Сыр. Фитаки тоже на салат. Манго. Спелый, мягкий. Люблю очень, когда они спелые. Сливки для кофе, потому что я вообще жуткий кофеман. Дальше вот такое средство для мытья посуды. Я покупаю уже давно такое, потому что начитала, что в других содержатся какие-то вредные всякие вещества, которые как немой остаются на тарелке, потом попадают в организм, и ничего хорошего от этого не происходит. Также купила горячий шоколад. Очень часто его покупаю, но пью исключительно утром, потому что он нереально густой и нереально сладкий. И также на салат я взяла вот такую кукурузу Бандюэль. Это моя самая любимая. Здесь очень крупная она и очень мало. Многие, кто давно меня уже смотрит, слышали, что у меня есть собака. Мы никогда не видели. Вот так она выглядит. Моя собака Альфа. Она уже довольно старая. Ей девятый год. Борода вся седая. Альфа! Альфа! Смешнючая. Я вышла гулять с собакой. Обожаю с ней гулять, когда именно такая погода теплая. Даже ветра особо нет. Можно это снимать. Обычный ветер. Вообще нифига не слышно, что говоришь. Соскучилась по травке. Я люблю с ней гулять. Пробежали. Немного мы пробежали. Давайте я с вами подойду к озеру, если там никого нет. Сейчас покажу, как там красиво. Ой, наверное, трясет капец как. Надеюсь, на стабилизатор. Надеюсь, там никого рыбака нет. Кто-то здесь шашлыки жарил, а мусор за собой не убрал. Извините. На самом деле, озера не было так близко. Сейчас вообще так близко что-то стало. Какие обалденные. Вон там мои ступеньки видны. Можем и ступеньки сходить. Альфа, стой. Мама. Вон они. Куда ты? Кто там? Альфа, кто там? Альфа, кто там? Кто там? Все за насти окусит. Недавно я для дома купила вот такие две замечательные подушки с совами. Очень они мне понравились. Своей расцветкой. Там еще были с собаками, но они какие-то вообще неестественные были. Ну, совы, конечно, здесь тоже далеки от натуральных, как есть в природе, но все равно они мне понравились гораздо больше. Я вообще люблю, когда на кровати огромная куча подушек. И хотела вам показать, что же ко мне пришло. Блин, ну эти везде лезут. Идите. Это награда от YouTube. Я, честно говоря, думала, что она мне уже не придет, потому что у меня никак не появлялось оповещение о том, что мне нужно подтвердить свою заявку. Здесь пришло вот такое письмо. И вот в такой коробке оно пришло. Открою. И здесь вот кнопочка. Серебряная. Я даже не знала, что здесь будет мой ник написан, но он здесь есть, так что теперь уже поставлю ее на полочку. Я вам показала. Можно уже куда-нибудь ее и приспособить. Ну вот, мне привезли все, что было. В принципе, не так много. Я думала, здесь вообще все будет загромождено, но сейчас стулья, наверное, я сама попробую собрать. Тут их нечего собирать. В принципе, эти сидушки приделать к ножкам. А диван уже потом, в другой день, когда заберут, я тоже сама попробую собрать. Не знаю, что из этого получится, но посмотрим. Вот так выглядят стулья. Я пока только их смогла распаковать и собрать, потому что диван вообще не представляю, как я буду собирать. Он нереально просто тяжелый. Я даже коробку не смогла поднять. И сейчас покажу, как они смотрятся. Вот такие вот. Очень удобные. Я вчера весь вечер сидела, и спине так удобно, и по высоте очень хорошо подходит, потому что на кресле мне, конечно, было низковато. И они выглядят лучше даже, чем я ожидала. вот такие вот. И, наверное, я все-таки соберу его сама, потому что вот уже я сколько собрала. И здесь, по идее, должен один человек поддерживать, потому что, ну, получается, это доска на весу, и не очень удобно. Но я придумала такое приспособление. Поставила Жене на чемодан, и мне, в принципе, практически удалось все закрутить. Сегодня еще пришла посылка. Я ее не открывала, хотела вместе с вами. Это я заказывала с сайта аптечной косметики. Там она продается гораздо дешевле, чем у нас. И сейчас я открою посылку, и посмотрим, что мне там пришло. И вот, что было в моей посылке. Я взяла Биодерму, вентилярную воду. Такую синюю еще не пробовала. Далее, это Автозагар от Нюкс. По-моему, Автозагар, если я не ошибаюсь. Да, антиэйджинг написано. Какое-то лучшее средство 2014 года. Также я взяла три крема Эмбриолиз. Я уже покупаю не первый раз, они мне очень нравятся. Это какая-то юбилейная упаковка здесь. Ой, сколько здесь? 75 мл. И вот эти вот по 30 мл. И также взяла большую Биодерму. Вот. Это я уже все пробовала, как бы, и вот эти два продукта для меня в новинку. Потом обязательно расскажу о них. И сайт, где я заказываю аптечную косметику, я оставлю снизу. Я второй раз там делаю заказ. Все мне очень нравится. И доставка, и цены вообще там, конечно, очень вкусные по сравнению у нас с Эстонией в аптеке. Так что найдете ссылку в инфобоксе. У нас кругом одни водоемы, речки, озера. Красиво. Очень красиво. Природа у нас вообще, конечно, шикарная. Такие дома у нас тут есть. А я прям с сумкой на огород проехала. Чем будем подниматься, давай пускаться. Надо. Давай, Матка. Кадай, я тебя с мороженым снимаю. Мой бабушка была. Мы сегодня с ней в одинаковой световой гамме. Я тебя не фотографирую, я снимаю. На видео. Очень красиво. Вообще просто. Меня просят улицу снимать. Я снимаю. Здесь у нас строительный магазин находится. Еще один строительный. Сейчас пойду на пешеходный переход. на пешеходный город. Вот. Смотрим, цветы. Да, которые мы хотим рисовать. В точке. Они, по-моему, уже старые, не свежие. Это вот на ярмарк, наверное, будете тогда? Ну вот, пойдем на ярмарк. В этом тоже что-нибудь поснимаем. В этом и цветы в огородах какие-то, какие-то. Уже ярмарка 15-го. Да? Ярмарка в следующую субботу? Да. Уже не успеет приехать. Как раз 15-го в субботу. Ну да, мы сейчас уже приедем. Мы сегодня с бабушкой ходили за подушками. В общем, ну, я думала, наволочки купить или подушки. Наволочки у нас были по 8 евро одна, поэтому я решила за те же деньги купить уже вместе с подушками. Вот. И также купила плед сюда на диван. На самом деле огромная проблема найти плед, чтобы были размеры, полтора на два метра. Все какие-то короткие, маленькие, но все-таки я один нашла. Сейчас все застелю и потом покажу. Так, все, я пристроила подушки. Соня, куда ты лезешь опять? Так они, в общем, выглядят. Так что, теперь можно смело заваливаться и смотреть кино, пить чай и делать все, что угодно на этом диване. На этом диване. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok